Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем тему Староверы-диссиденты Начали мы ее две недели назад с Владимиром Кононовым Который снова сегодня в нашей студии Добрый день, Владимир! Добрый день! Он происходит из семьи староверов Которые владели поместьем Ясмойжа в районе Аглоны И история этого рода Насчитывает по меньшей мере Два столетия на латвийской земле И в прошлой передаче Которую вы можете найти на ютубе Если введете ключевые слова Радио Болтком Очевидец Вы сможете услышать о том Как развивалась история Староверов-диссидентов Кононовых В начале 20 века История эта была связана с тем Что один из пращуров Владимира Кононова Был героем Японской войны И в этом качестве был приглашен На прием к императору И там попросил за своего младшего брата Ивана Чтобы его приняли в кадетский корпус Староверов, как известно В кадетский корпус не принимали Это были люди пораженные в правах Долгие годы в Российской империи Но прислушившись к просьбе Харлампия Кононова Николай II дал такое именное разрешение В связи с чем Да, указ В связи с чем И попал Иван Кононов На службу Ну сначала в кадетский корпус Где обучался с аристократами Российской империи И зарубежными их Так сказать сородичами А затем и отслужил В императорской российской армии Службу Участвовал в Первой мировой войне И затем после Событий гражданской войны Вернулся в Латвию Его судьба была Достаточно Грустной Поскольку Во время Второй мировой войны Он попал в концлагерь Саласпилс Оттуда был Депортирован дальше Вот сегодня мы с Владимиром До передачи Рассматривали письма Его дедушке Родным Из концлагеря Где Одно письмо Было отправлено Через лагерную охрану На нем стоит Штамп цензуры А второе Более длинное Не имеет такого штампа Потому что Что произошло Владимир Расскажите Ну дед практически В бараке Начал писать письмо Он знал Что их Что их эвакуируют Саласпилса И Эвакуировали Почему Потому что Нужна была Рабочая сила Причина Сложно сказать Он там пишет В письме Что он политический Получается Да Он какой-то Какой-то анекдот Как мы в прошлый раз Говорили Рассказал где-то Или высказал свое мнение О существующей власти И попал Значит В трудовой лагерь Саласпилс Ну почему Немцы Вывозили их Ну видимо Только из-за Рабочей силы Хотя Он практически По этим лагерям Я как помню Говорил Что его в Австрии Американцы Собудили То есть он все До конца войны Провел В концентрационном лагере Поэтому Какая там Рабочая сила Как бы даже Сложно Я думаю что просто Немцы Достаточно Большие педанты Наверное Да И относятся К своему Не знаю Собственности Будь то Живая Или неодушевленная Да Наверное Достаточно Педантично И аккуратно Да Просто так Расход не пускали Наверное Из причины Как бы Сложно это сказать Ну вот второе письмо Дед написал Да И там Его Положил в конверт И выбросил Из Вагонов В которых В которых Его уже Везли Да Это письмо Какой-то Добрый человек Там было обращение В том числе На латышском языке Если ты добрый человек То отнеси Это письмо По адресу Да Но это письмо Было отнесено И короче Дед как бы Прощался с семьей Но я не сказал бы Что он не счастливый человек В таком плане Да Он Вернулся в Латвию Да А он вам рассказывал Как он возвращался Ведь В принципе Было соглашение Между союзниками О том Что граждане Перемещенные На другие территории Должны вернуться Ну На свою родину Однако Союзники Делали исключение Для жителей Ну Западных Территорий Советского Союза На момент Начала войны Это западная Украина Западная Белоруссия И Прибалтика То есть К ним Обязательство Обязательного возвращения Не относилось Вот Рассказывала вам Дедушка Почему И как Произошло Его возвращение Дед хотел вернуться На родину Поскольку Он И После Развала империи Скажем И Вернулся Обратно В Латвию И Поскольку В первую войну Он воевал На румынском Где-то там На южном фронте И Тогда он Вернулся В Латвию Брат Его в свою очередь Не смог Вернуться В Латвию Так у меня Где-то Какая-то Есть Какие-то Родственники В Москве Или где-то Абубриебас Дом КГБ Он там Трое суток Провел В подвале Его все время Допрашивали Почему он Вернулся И Ну Достаточно Там тоже Жесткие Рассказы Было Не хочу Даже их Ну В конце концов Его как бы Выкинули За дверь Свободен Пока Да И Больше Преследований В его адрес Не было Ну Отца Призвали В свою очередь В 50-х годах После окончания Он Преподавал Преподавал Геодезию Наверное Во многих Этих Самых Кто в речном Училище Рижском И потом Это дед Это дед И преподавал Геодезию В рижском Строительном Техникуме Как я уже говорил В прошлый раз А отец В свою очередь Тоже избежал Повторного призыва В советскую армию Закончил университет Латвийский Строительный факультет Его призвали в армию Он был Инженер-строитель Советской армии То есть Повторный призыв Вы имеете ввиду Что его во время войны Мобилизовали в легион Мы говорили В прошлый раз Да Ну Просто я напоминаю Для тех Кто не слышал Его мобилизовали Только не в легион Русских в легион Не призывали Не мобилизовывали В легион Мобилизовывали Латышей А русских Ребята Мобилизовывали В том числе И некоторых латышей Поскольку там Были у него Друзья латыши Их призывали Просто Вспомогательные части Вермахта Так называемые Полотышские Исполыги И они просто Были на хозяйственной Службе В германской армии Ну Носили форму Носили погоны Но не имели Права носить оружие И вот За ношение Оружия Ваш Папа-диссидент Тоже попал В кутузку Уже немецкую Фашистскую Он был осужден Попал в тюрьму Но я говорил В 44-м году Его как бы Оттуда Освободили? Освободили Тоже сложно сказать Их направили Просто на строительство Укреплений Поскольку Советская армия Подходила к Риге Да Ну и он Как-то успешно На строительство Этих укреплений Сбежал Или дезертировал И тогда его искали Как бы Немцы И даже Даже был Какой-то По его рассказам Какой-то Шмон в квартире Но он В квартире находился Но немцев Что-то там Отвлекло И они ушли То есть Они его Перестали искать И наверное Советская армия Когда пришла Каким-то чудом Его не призвали Опять-таки В Советскую армию Он там был Видимо Из-за знаний Латышского языка И русского Поэтому он был То ли переводчиком То ли что-то В этом роде Потом тоже В Рижском Мореходном училище Что-то он там То ли учился То ли преподавал То ли что-то И потом Успешно Закончил Университет И Дальнейшая Диссидентская история Переходит К взаимоотношениям Вас Как молодого человека Подростка Попавшего в Ригу Учиться Ради Хороших знаний Физики Точных наук Потому что Вы выбрали для себя Такую же профессию Как у вашего отца То есть Профессию дорожного инженера И оказались Фактически В одиночестве В квартире деда Который И На вас В то время Произвел Большое влияние Вот Какие Свободные мысли Вы от него Переняли Ну тогда Такое Наверное Это Как бы Конец Семидесятых Годов Или Начало Восьмидесятых Да Скажем То есть Я закончил Школу В семьдесят Втором И в Ригу Я приехал Соответственно На три года Раньше Два Я десять лет Кончал Так что Это Девятый Десятый Класс Я учился В Риге Поэтому Где-то Семидесятый Семидесятый Так получается Да Ну и Как бы Окунулся В такую В такую Среду Поскольку Дед Он Свою Свободные мысли Как высказывал И Как сказать При всех режимах Будь то И даже В кадетском корпусе При империи Да Будучи Будучи Старовером У него там Были проблемы С С некоторыми Скажем Офицерами Которые их учили Но он всегда знал Как ему На это отвечать Что он Как сказать Когда его спрашивали Как ты там Змееныш Или старовер Сюда попал Он всегда любил Отвечать По повелению Государя императора Поэтому он Как бы Не стеснялся Выражения их И наверное Всегда говорил Правду Да Когда хотел Потому Как бы Наверное Повлиял на меня Тоже В этом плане А что для вас Было самое Такое удивительное Может быть С точки зрения Уже возраста Теперь Как вы это оцениваете Это общение Ну тогда я когда учился У меня как бы У меня было Три учебника истории У которых обложки Были абсолютно одинаковые Только Один был Сталинского времени Другой был Хрущевского времени И третий был Брежневского времени Вот обложки Одинаковые А тексты разные В то время Как бы Я тоже читал Солженицына Изданного Где-то в шестьдесят По-моему Третьем Или четвертом Году Как бы Эту книжку Которая официально Была издана В Советском Союзе Один день Один день Ивана Денисовича А в литературной газете Которую тоже Выписывал Да И читал И Не знаю Выписывали родители Наверное Или дед И И там были Совсем Ну Разные Разные Как бы Абсолютно Диаметрально Противоположные Высказывания На одну И те же Про одного И того же Человека Да Про Про одну И ту же Тему Да То есть Получается То что То официально Это Ну Не всегда Правда Да Потому что Политика Очень часто Вмешивается Во все Да И И очень часто Политика Оставляет Как бы Свой отпечаток И получается Что история Меняется И правда Меняется Хотя правда Она Как очевидцы Когда видят ее Да Она такая Есть Да Владимир А скажите Вот Вы приехали Значит Восьмиклассник Соответственно 15 лет Вот С нашей точки Зрения Сегодняшний 15 летний Подросток Ну это Абсолютно Вот Белый лист И куда там До политики Или для сравнения Трех версий Истории Или чтения Тем более Газет Вот Это было Время Такое Когда Подростки Интересовались Этими вопросами Или ваше Окружение На вас Так повлияло Или семья Я думаю Что семья Да Потому что В семье Тоже достаточно Все было Свободно Да Меня в принципе Никогда не наказывали Наверное Так Серьезному Да Как я видел Как там Ребят Над ребятами Как сказать Родители Как наказывали Одного сына Которого С которым Мы пошли На речку Даугова Там провалились Я его практически Вытащил С того света Привел Привел его домой Мокрого По уши И папа Его так Отлупил Что мне Просто страшно Стало Зачем Я его Привел Обратно Да То есть У меня Такого Не было У самого И поэтому Как бы Я с 14 лет Любил Работать Да Мы там Милиционные Канавы Как бы Очищали От Ну Зарослей Кустарника Да То есть Зарабатывали Свои деньги Я Жил Я напротив Пожарной Охраны Которая Болдобровольная Да То есть Я где-то 14-15 лет Уже Летом Катался На пожар И тушил То есть Как бы Ну Принимал Активное Участие Во всем Да Я был Активным Там Школьником И В классе А когда Я в Риву Приехал Приехал То Немножко У меня Как бы Жил Я действительно Один И С дедом Когда он Приходил Ко мне Поскольку Дед Не всегда Ночевал Со мной Он был Он был Так сказать Еще у него Была Жена Следующая И он Как бы У нее Тогда Ножил И В основном Я был Один А он Приходил Когда Ему Хотелось Поговорить И рассказывал Про все Свою Молодость И Свои Приключения Или Злоключения Или Просто про Свою жизнь Свои взгляды И Как это все Было И Как О том Есть У него Была Обида На жизнь Абсолютно Он был Абсолютно Никакой Обиды У него На жизнь Не было Он был Как бы Самодостаточным Я бы сказал По-своему Счастливым Человеком Он конечно Был Достаточно Одинок Достаточно Каждый человек В принципе Одинок Да И сам С собой Он как-то Должен Проводить Время Поэтому Как бы Может быть Может быть От деда Тоже Такое Осталось Что Главное Не врать Главное Быть Честным И Работать Может быть Надо работать Да Работать Не только Для себя Но и Для Работы Для людей Если твоя работа Нужна людям То есть Быть честным К себе Быть честным К окружающим И тогда Все получится И вот Дед Как бы Так вот И жил Да Все время Правда Он был Такой Вот он Был сам По себе Да И как бы Ну Если чувствовал Что он Кому-то Обуза То он Уходил В себя Или Уезжал К себе Или Или Приезжал Ко мне То есть У него Был выбор Всегда Где жить Если Где-то Что-то Ему Не нравилось Да То он Как бы Искал Другое Место Поэтому Ну Не знаю Дед на меня Повлиял Достаточно Сильно Да Как бы То есть Ген Свободомыслия Он вам Привил Думаю Что да Думаю Что да Поскольку Поскольку Ну Отец Наверное Больше Пострадал От всех Этих От этих Передряг Ну И семья В принципе Пострадала Поскольку Ее Раскулачивали Не знаю Много режимов Да От империи До Империя Когда развалилась Тогда было Первое Раскулачивание Была Советская Республика Владгали Это 18-19 год Когда Петр Стучка Там Отбирал Всю землю Да У меня Какие-то Документы Там были Как Владельцы Домов Получали В аренду Свои дома И должны Были За них Еще платить Хотя Ну Как-то Странно Все это Было Потом Потом Латвийская Земельная Реформа Отобрала Ну Поделила Эти усадьбы Которые Были Там У Кононов Кузнецовых То есть Все время Все У людей Делили Да В советское Время Отобрали Все Что было Было В то Время То есть В советское Время Ни у кого Ничего Не было Скажем Моя бабушка Со стороны Матери Пенсию Вообще Никогда Не получала Да Поскольку Поскольку Зарплату Наверное Не получала Государственную Никогда Да И соответственно Пенсии Никакого Не было Дед в свою очередь Работал До 75 лет Наверное Да Примерно Тогда И пенсию Получал Где-то 5 лет Последних Своей жизни Поэтому Поэтому Эти все Времена Такие Они как бы Мы живем В таком месте На котором Ну как бы Вот сейчас Мы первые 30 лет Каких-то Живем уже Или уже Не 30 Сколько тут Получается 90 Да 30 лет В следующем году Будет Когда хоть Какая-то Стабильность Появляется И у людей Скажем Появляется Собственность И начинаются Чисто Уже Такие Проблемы Как Эту Собственность Не потерять Или Что с ней Делать Да И вот К этому Государству В какой-то Мере Приложили Руку И вы Потому что Когда началось Движение Народного фронта То вы его Можно сказать Возглавили В Резакне Это так? Ну да Я как бы Создавал Народный фронт В Резакне Почему вы Это стали делать? Ну Я вообще Я был Член Коммунистической Партии Единственной Партии Наверное Которой я был Меня правда Из нее Исключили За Раскольническую Деятельность И слава богу Раскольники Они всегда Раскольники Самому Не пришлось Уходить Поэтому В партию Я вступал Так сознательно Поскольку Я хотел Я думал Что все Это можно Преобразить И что Можно Это все Повернуть С ног С головы На ноги Чтобы это все Было более-менее Для людей Но ведь В партии Были и ваш отец И ваша мама А мама Так вообще Была большевичка Подкольница Мама Моя Да Но она Когда Когда у нее Очень резко Переметнулись Эти взгляды Она Чуть ли не Стала Этим славным Участником ЛННК Да Но Очень Была За них Как бы Продвинута Да То есть Все это Очень Очень сложно Или Как бы Люди Люди обычно Кидаются в крайности Да Они Они либо любят Либо ненавидят Да А так в принципе Надо относиться Немножко спокойно К этой жизни Или Жизнь Надо жить В свое удовольствие Или для себя Или для окружающих Да Ну мама не дожила Наверное до тех Времен Когда Бойцов Латышской красной дивизии Стали называть Окупантами Думаю Что уже дожила Да Это было Как бы Их как бы Не называли Окупантами Их может Не знаю Коллаборантами Я вообще К этим всем Окупантам Или не оккупантам Отношусь Достаточно Достаточно Спокойно Да Потому что Это Если кто-то Человек Кто-то Кто-то Считает Считает Кого-то Окупантом Ну что с ним С человеком Сделаешь Если у него Если у него Такой крайний взгляд Да И спорить с ним Не абсолютно нечего Может даже Разговаривать нечего Да Поскольку Поскольку Ну Вряд ли Удастся кого-то Переубедить Особенно Великовозрастных людей Когда это Молодежь говорит Такая Ну она вообще Ничего не видела Поэтому Взятки гладкие С нее Не совсем Да Но люди Которые родились Тут Они не могут Быть оккупантами Да Поскольку Человек Где родился В общем-то Там его и родина Да Поэтому Говорить Что вы должны Уехать туда Или сюда Это Я считаю Что неправильно Да И так получается Что Из лучших побуждений Вы вступили В свое время В КПСС И из лучших побуждений Стали создавать Народный фронт В Рызокных Абсолютно Да Поскольку Было Была эта знаменитая Конференция 19-я партийная В том числе 19-я партийная Была Да А потом была Латвийская Конференция Творческих союзов Да И тогда Тогда как бы Маурик Вулсон С которым Как бы Моя бабушка Еще знакома была Поэтому Страна очень маленькая И обычно Мы всех друг друга знаем И как бы Папа Папа Абсолютно Сказал Что оккупация Была Да То есть И мама Почему-то Тоже Да Поэтому 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 Старая коммунистка Мама Согласилась С папой Да Поэтому Ну как бы Речь-то не шла О моментальном Развале Советского Союза Речь шла О Какой-то Нормализации Жизни Поскольку Многие Не помнят Уже Многие Помнят Что Был в принципе Дефицит Всего Хотя В одном-двух-трех Местах То И сейчас Живут люди Совсем неплохо Или даже Лучше Чем тогда Поскольку По количеству Машин Если судить То мы живем Очень хорошо Если судить По квартплате То не очень Поэтому Это тоже Очень сложный Вопрос Но Я думаю Мы живем У себя Но живем Так как мы живем В этом Виноваты Только мы И от нашей Активности Зависит Наша Собственная Жизнь Вы реально Так думаете И Ваш опыт Это подтвердил Я реально Так думаю Единственное Что люди В основном Они очень Часто Не думают В большей массе И обычно Только жалуются Но ничего Не делают Для улучшения Хотя бы Даже своей жизни Собственно Не знаю Там можно Отремонтировать Квартиру Или не ремонтировать То есть Вопрос такой 672-12-93-9 672-13-93-9 Наши телефоны В студии Вы можете Позвонить Нам Задать вопросы Нашему гостю Владимиру Кононову Сегодня мы Рассказываем О староверах Диссидентах За два века Их истории В Латвии Ну на самом деле История гораздо Более длинная Наверное Начиная с 17 века Когда началось Это движение И Владимир Кононов Был тем человеком Ну русским человеком Можно так сказать Который Не может так сказать А реально Он и есть такой Вот Хотя мама Латышка Из Курляндии А папа Вот действительно Из семьи староверов И Этот человек Входил В 100 человек Думы Народного фронта Латвии Это так? Да Я был Членом Думы Народного фронта Латвии Первого Второго Третьего А почему Вы не стали Депутатом Верховного Совета Или Сейма? Я баллотировался На депутата Верховного Совета Советского Союза И даже Народные депутаты СССР Наверное Да И почти Выиграл Это Абсолютно Так же Как сейчас В некоторых Ближлежащих Странах Происходит Мы Вышли Во второй Тур С первым Секретарем Райкома Партии Района Резекна И Поменяли Все Выборные Комиссии Да И я Где-то Там Проиграл С одним 1% Или 2% Голосов Да Поэтому Ну это С одной стороны Как сказать Меня абсолютно Не обидело И да Я думаю Что это даже Хорошо Что я не выиграл Потому что Тогда бы Судьба Наверное Сложилась Совершенно По-другому Да И Жизнь Была бы Другой Да Поэтому Все Что со мной Происходит Я считаю Что это Хорошо Может быть Более важными Были выборы Верховный Совет Латвийской ССР В 90-м году Когда Было сформировано Большинство Народного фронта Которое Провозгласило Декларацию Независимости Почему Вы на этих В этих выборах Не участвовали Или участвовали Я должен был Участвовать Да Но поскольку Очень быстро Скажем Люди Начали Подгребать Все к себе Некоторые Да И очень Быстро Разобрали Все возможные Так сказать Выигрышные Округа Округа Да Поскольку Я тоже Не рвался В Верховный Совет Латвийской ССР И Тогда Был один Округ Остался В городе Резекна В котором Я бы мог Скажем Стартовать Не очень Такой Выигрышный Округ Поскольку Выигрышные Были все В Резекнанском Районе Поскольку Там Основное Латвийское Население Жил Или то Которое Поддержало Народный Фронт Ну Город Город Тоже Разделенный Был Поэтому И был Такой Округ Теоретически Выиграть Я бы его Мог Наверное Но Центральный Скажем Народный Фронт Не знал Что делать С одним Своим Скажем Кандидатом Кандидатом Или участником То есть Рижские Рижские Ребята Или то же самое Происходило Значит И в Риге И в Курзам И везде И короче Одно Достаточно Активное Лицо Народного Фронта Конкретно Сандра Калмета Осталась Безвыборного Округа И Ко мне там Приезжали Весь Бомонд Который был Тогда В Народном Фронте Не хочу Дородного Поймели И попросили Меня не баллотироваться И оставить Участок Сандра Калмета Ну естественно Что она не могла Рижанка Выиграть В Резак В городе В котором Ну скажем так Вариант Выигрыша Был Ну такой 50 на 50 То есть Если бы Вы остались В этом округе Люди вас знали Вам доверяли Они бы за вас Проголосовали Возможно Я бы выиграл Но это было Не было 100% Выигрышем Поскольку Округ был Ну Резак Как город Он был Достаточно Сложный Но Сандра Естественно Она проиграла Сразу же Поскольку Она была Чужой человек Вообще А вот Сейчас Многие Вспоминают События Тех Времен Как Ну такое Может быть Гражданское Противостояние С Шибку Таких Разных Политических Тенденций Идеологии И так далее Вот Аргументация Сторонников Народного Фронта Она была Очень различная Как я помню Многие Очень Говорили О том Что если Мы Допустим Прогоним Мигрантов То все Станут Лучше Жить Оставшиеся Вот Закроем Заводы Тоже Станет Лучше Там Сельское Хозяйство И так далее Вот На продаже Бекона Мы можем Сильно Подняться На мировом Рынке Вот Ваши Аргументы В то время Были Каковы Ну я Абсолютно Не был Сторонник Этих Аргументов Поскольку Чем больше Людей В этом Все Богатство Поэтому Даже сейчас Когда идут Эти проблемы Русскоязычных Скол Скажем Да То это То Практически Государство Убивает Само себя Да Когда оно Отказывается От разнообразия Культуры Разнообразия Языков И вообще Разнообразия Мыслей А вас то почему Это волнует Вы же по-латышски Говорили с детства Ну как В принципе Меня волнует Если бы Мой учитель Физики О котором Мы уже говорили Да Который Кончал Московский Физтех Который Преподавал Я думаю Что это Мой лучший Учитель За всю мою Жизнь Да Или школу Да Школьную Жизнь Да Учители Это были разные Но чисто Именно Учитель Да Если бы Ему пришлось Бо физику Преподавать На латышском На латышском языке То Наверное Во первых Он бы этого Не смог Во вторых Просто Не было бы Учителя У меня Сейчас Внука Русский Преподаватель Ну Русского Проискаржения Учитель Преподает Физику И ребенок Который Знает Четыре Языка У него Сложности С понятием Скажем С латышским Языком Русского Человека И я ему говорю Ты давай Поговори с ним Может он на русском Тебе что-то Пояснит Пояснит Да Ну Учителям Это нельзя делать Поэтому Сложности Те же самые Да Физиков Как таковых В стране Вообще нет Да И учителей Физики Можно пересчитать Латвию Думаю Что По крайней мере Талантливых Учителей Которые могли бы Сравниться С вашим Учителем В 22 школе Да Я думаю Что это учитель Был Даже педагогический Институт не кончал Он кончал В московских Физтех Да Это много О чем говорит Да Поэтому Поэтому Учитель Это как бы Призвание Да Если У человека У которого Призвание Быть учителем Или не знаю Учитель с большой Буквы И вдруг У него появляются Сложности Чисто Чисто языковые Непонятно Почему Да Я думаю Что Если бы Китаец Какой-нибудь На китайском Что-то преподавал Но вот так Как бы Это людям Бы нужно было Я знаю Что здесь Какие-то Подается гон Или что-то Да То люди Пытаются изучить Китайский язык Чтобы лучше Понять этого Учителя Поэтому А не обременять Учителя Именно языком Да Это неправильно Поскольку Это Ну это нарушает В принципе Интересы государства Даже Да Пусть там у нас Есть какие-то Там У коренного Населения Опасения Да Не знаю Но они неправильные Поскольку Обеднеет Государство От этого Да От отсутствия Разнообразия Но коренное Население Это ведь Иконана Вы тоже Да Естественно Да От лица Коренного Населения Вы за Разнообразие Владимир Скажите А почему Вы Ну в конце Концов Отошли От политической Деятельности И Занялись Фактически Своей профессией То есть Как вы были Дорожным инженером Руководителем Там Участка Дорожно-строительного Так В принципе Вся ваша дальнейшая Жизнь С этой профессией И была связана То есть Политику Вы увидели В ней Ну какие-то Нехорошие Тенденции Ну как бы Когда люди Доровались До чего-то Да И как бы Не знаю Как это Даже назвать Да И начали Друг друга Пихать Или как бы Кто первый Я туда Да Расталкивать Конкурентов Локтями Да Примерно Да То есть Я не сторонник Вот такого Расталкивания Да Поэтому Никуда не рвался Никогда И как бы Всегда в жизни Своей Как бы Плыву по течению Да И куда Куда она несет Меня туда и иду Да Поскольку иногда В моей личной жизни Да Я иногда Пытался чего-то Чего-то добиться Или И это не совсем Получалось Но если я прикладывал Там слишком много Усилий Очень часто Наступало разочарование От такого От достижения От такой Достижения От такой цели Поскольку Досичь можно Все В этой жизни При желании Но вопрос Я думаю Какой ценой Не только ценой Но очень часто Эта цель Которую ты достигнешь Она тебя разочарует Поскольку Поскольку Это не твое Да Поэтому Все что твое Оно как бы Само придет Поэтому 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 Я как бы Отошел В сторонку От всей этой политики Да И там Немножко Даже обиделся На некоторых Сотоварищей Сотоварищей По народному фронту Да Которые Которые Как бы С одной стороны Даже Сандра В своей книге Писала Что там Как бы Меня кинули Целая история Да Про вас Она сказала Написала Да В одной из ее книг Там есть Упоминание Упоминание Меня и моей фамилии Да И абзац О ситуации Того времени Да И как бы Даже Говорить не хочется Об этом Очень много Да Ну поэтому Как бы То есть Она признала Ей было стыдно За то Как вы с вами поступили Ну я так понял Да Из этой цитаты Да Ну вы не в обиде И даже Мой зубной врач Которым я ходил Он как бы Человек был из Канады Сейчас на пенсии Он спрашивал А вы тот Владимир Кононов Или нет Ну я был тот То есть он поименно знал Думу Народного фронта Он просто читал Книги Сандра Каунета Поэтому его это интересовало Как бы Из таких Честных народных Фронтовиков Не знаю Даже не хочу Никого не отмечать Но некоторые были Ну так Не совсем хорошие люди Может быть Поэтому Но с другой стороны Как бы То есть романтическое движение Народного фронта В итоге Переродилось В какую-то Новую номенклатуру Ну все движения Они как бы Перерождаются Да Они Такой иллюзии Не надо иметь Поскольку люди Есть люди Да И в общем-то Я тоже Никого не осуждаю Потому что Потому что Ну кто мне такое право Дает Да Поэтому я как бы Делаю свои выводы И если люди Мне не очень Не очень нравится Я как бы С ними тогда И не контактирую Поэтому это То есть вы оставили за собой Такое право Ну Дистанцировавшись от политики Выбирать тех людей С которыми вам по пути Мы встречаемся с людьми Да Мы встречаемся И Тут недавно Или не знаю Полгода назад Или меньше Тут на бензоколонке Встретил Дайниса Иванса Да Скажем Поздоровались Привет Привет И как там жизнь Да Но На такой активности Скажем В сторону Политики Или народного фронта Я как бы Больше Не 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 принимаю Потому что Даже с отцом Александром Мы сидели на этих Народно-фронтовых Соседаниях Вместе Так и обсуждали Какие-то другие Мирские Или 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 Богословские проблемы Отец Александр Кудряшов Который митрополит Да Есть звоночек Давайте мы быстренько Ответим на него Добрый день Говорите Мы вас слушаем Добрый день Вообще Вопросов-то нет Просто Отношение К интервью Хочу высказать Грустно это Человек И в политике Побывал И что-то делал А сейчас Даже не может Ни о чем говорить Не хочет Так Чуть-чуть Мазками А что вас интересует Конкретно вы скажите Я вам скажу Да нет А меня ничего не интересует Мне так понятно Был человек И закончил ее Вы такой же Вы такой же Ладно Хорошо Понятно Ну Я бы не стала Так сказать Осуждать Людей Которые Не стремятся Себя Утвердить За счет Других Представить Представить Себя Как Аллу Пугачеву Которую Представляют Например Как Певицу Эпохи Мелкого Политического Деятеля Брежнева И так далее То есть Эпоха Время Есть И есть Человек На фоне Этого времени Или внутри Этого времени Я думаю Что К этому Нужно относиться Философски Разумно И Наверное Самое Ценное Что Сегодня Лично Я услышала В этом Разговоре С Владимиром Комна Это То Что Каждый Человек Имеет Право И возможность Оставаться Самим Собой И не лгать Да То есть Это самое Главное Потому что Человек То все равно Он же Живет В принципе Для себя И сам С собой Живет Да Будь у него Семья Или друзья Или кто-то Но все равно Он один Он приходит Один Уходит Один И Практически Он живет Свою жизнь И живет Жизнь свою Для себя Если он может Помочь Другим людям Если он Свою жизнь Создал То он может Помочь Другим людям Если он Может помочь То он должен Помогать И если Люди Просят о помощи Им надо Помогать А соваться Куда-то Это скажем Ну Это часто Мы очень Видим политиков Которые тут У нас Вспыхнули И пропали Да У нас Страна маленькая Всех друг друга знают Поэтому даже Ну как бы Не время может быть Говорить Все что Все что мы знаем Да И архивы открывают Даже не открывают Да В сталинских Архивы до сих пор Не открыты Поэтому О чем тут говорить О чем говорить Да Ну Все таки Говорить надо И вспоминать надо Сегодня Сегодня мы С Представителем Старинной Староверческой Семьи Кононовых Кузнецов Владимиром Кононовым Вспоминали 200 лет Истории Этого рода В Латвии И Наверное Хотелось бы Еще раз Напомнить Радиослушателям И всем остальным О том Что Латвия Многонациональная Страна И тем интересно И каждый из народов Которые здесь Жили и живут Внес какую-то Свою Лепту В В это Государство В эту землю И Я думаю Что Настанет время Когда Это будет Цениться В программе Очевидец Сегодня был Владимир Кононов Опять-таки Представитель Староверов Диссидентов Как я говорю Программу провела Людмила Прибыльская И звукорежиссер В студии Родион Золотарев Всего доброго Родион Золотарев Родион Золотарев Родион Золотарев Родион Золотарев